Сегодня в мажелесе парламента народные избранники раскритиковали работу Министерства торговли и интеграции. Депутаты в ходе правительственного часа не скрывали, что текущая торговая политика страны их не устраивает. Подробнее в материале Динары Нургалеевой. Когда курс доллара растет, поднимаются цены на все продукты. Но когда курс валюты идет на спад, это никак на стоимости продуктов не отражается. Считаю, на это стоит обратить внимание. По итогу года у большинства мажелесменов сложилось впечатление, что работа торгового ведомства оказалась провальной. Экспорт ничтожно мал, куча вопросов и жалоб поступает от населения, производителей и поставщиков. Не устраивает народных избранников и ценовая политика. Некоторые мажелесмены предложили и вовсе сократить Министерство торговли и интеграции. Мы сегодня прослушали отчет Министерства торговли, но по вопросам моих коллег и по выступлениям мы понимаем, что деятельность этого министерства провальна. Я знаю, что на Министерство торговли уходит в год более 30 миллиардов тенге. Но может пора провести оптимизацию или сократить Министерство торговли, а функции вернуть другим министерствам по приоритетам. Несмотря на критику, министр торговли поделился и планами по удешевлению товаров на магазинных полках. Правительство, по словам Армана Шаккалиева, готовы субсидировать торговые прилавки, которые предлагают казахстанские товары. Вместе с тем министр считает, мол, на внутреннем рынке не хватает современных торговых площадок. Больше трех лет в стране пытаются модернизировать рынки. В этот раз очередная просьба о продлении сроков для реализации этого проекта возмутила депутатов. Мы ставили себе задачу в 2015 году довести модернизацию в 2020 году, а потом его продлили до 2023 года, 1 января. Срок сегодня истек. Вы еще хотите, чтобы вам еще продлили на какой-то срок. Вы, кроме того, что роняете свою репутацию, вы ставите заложникам еще репутацию мажлица. Это, я считаю, недопустимо. На модернизацию отечественных рынков министр попросил еще два года. За это время в стране могут появиться и кооперативные магазины у дома. Оптовые закупки напрямую у сельхозпроизводителей без посредников скажутся и на цене для казахстанцев, считает глава торгового ведомства. О своем недавнем закупе Арман Шаккалиев рассказал в кулуарах мажлица. Вот я сам удивился, но это не новогодняя, крупная закупка обошлась мне 24 тысячи тенге. Купил я хурму, помидоры, огурцы, мясо взяли, кисломолочку, две лепешки. Сейчас могу подглянуть. В принципе, такой хороший стандартный набор. Поэтому все зависит от вашего аппетита, вашего кошелька. Министр также отметил, что стоимость продуктов на новогодний стол будет разниться. Посетив один из столичных рынков, он убедился, что цены на продукты подорожали почти на 10%. Динара Нургалиева, Нуркенток Мурдин, Информбюро, Астана.